Вы задаетесь вопросами, почему постоянно мы снимаем чародеек, зачем вы это делаете? Есть очень много других интересных проектов, таких, например, как H2O, третий сезон, наполненный глубокими смыслами, посылами, неожиданными поворотами, или, например, рейнджеры, которые славятся своей кинематографичностью, там монстры, прям как настоящие, как моя одногруппница бывшая. Ответ простой, мне просто они очень сильно понравились, и более того, я когда смотрю их, я отдыхаю, а не напрягаюсь. Вот, допустим, сейчас у нас почти сломался микрофон, и я два часа его чинил, и мне надо отдохнуть, мне надо отдохнуть. Всё, смотрим на чародеек, становимся чародейками, подражаем чародейкам, пытаемся привнести магию в наш унылый, серый, затхлый, вонючий мир. Седьмая серия, да? Седьмая ведь? Ты ведь седьмую скачала? Да, испугалась, да. Не бойся, бойся, если ты восьмую скачала. Разделяй и властвуй. Ну вот. О, бед, знаешь, это, например, реально комедия. Такая большая, монструозная такая штуковина, наверное, какой-то... А, не хлеб просто давит. Это просто жернова муку печь. А разве, да? Ну да. А, прикол. Кто-то из селян знает, что случилось с моей сестрой 12 лет назад. Кажется, люди голодают. Дай им муку в обмен на информацию. А с девчонками как вообще? Эффектно. В роли книготорговца я могу выследить и устранить их. Ты... А вот кто будет это убирать, эту муку? И рабы какие-то, наверняка они есть. Наверное, у него все из рабов состоит. Мне нравится, как он это сделал. Типа ради эффекта такой. Мука и там лицо уилл. Было бы классно, если бы она из муки собралась. Да, это было бы круче. Но тогда много надо муки. А там и так голодают все. Ну, у него же есть запасы. Тогда не хватит, чтобы выкупить информацию. И поэтому такой, понтанусь горсточкой. Тебя обвели вокруг пальца. Одной силы мало. Надо напасть, когда они слабы. Когда с ними нет этой ржеволосой. Да, мой князь. Да, мой князь. Вот. Они, да, не любят друг друга. Это, кстати, это факт. Почему Уилл все время вот в... Одна и та же фотография. Ну, я же говорю, он с паспорта скачал. С паспорта скачал. Новая соцсеть. Паспорт. Прикольно, если бы на паспортах сейчас, на паспортах, были бы... NFT, хотел сказать. MVP. NFT. VPN. ТФТ. ТФТ. Это экран. ЛДПР. ЛДБТ. Как называется эта штука, которая прикладывается? Наш лыжный праздник пройдет в выходные на склонах горы Хиттерфилд. О, тот симпатичный мальчик. Собственно, это вулкан, который дремлет уже многие столетия. Мне кажется, Мэтт на меня запал. Почему ты так решила? Он отводит взгляд. Так приятно, что они сразу здесь все раскусывают, и нет вот этого мороза, не бесконечно. Нет, что ты, мы просто дружим. Ничего, ничего, это появится, когда им будет 16. А пока они дети... А может, зря мы отказались? Говорят, в лыжном центре кормят вкуснее, чем здесь. Эй, Лин, здесь тарелка вкуснее содержимого. А где та новенькая, которая по обмену из Швейцарии? Может, мы ее не заметили? Я так хочу в американской школе попробовать эту еду. Нет, ну правда. Мне кажется, она вкусная. Я вот что-то, знаешь, подозреваю, что не так уж это и плохо. Слушай, ну все лучше, чем тот, блин, чечевичный суп, который я ела в школе. Я уверена, я уверена. Он вонял. Какая-то новенькая. Вау. Ой, там же вот эта песня играет. You can leave your hair. Нет, не она. Мне кажется, это она играет. Так, ребятки, вы знаете, что делать? Мы делаем обложки из ваших артов. Все, понеслось. А, стоп. А нет, увидит уже постфактум. Да. Тогда на следующую. Да, уже смысл. Ее, скорее всего, не будет уже в следующей серии. Думаешь? Да ее убьют чародейки. Она слишком красивая. Нет, не заметить трудно. Тебя больше, Мартин, доставать не будет. Слушай, она прикольная. Как Ирма? Ирма? Мне очень нравится Ирма. Мне вот Корнеля и Ирма больше всех нравятся. Я начинаю к ней присматриваться. Она такая прикольная. Спасибо! Раньше она была, да, фаворитка? Мне кажется, да. Корнелли очень симпатичная. Симпатичная и богатая. Ну, и она такая кокетливая очень. Очень классная рисовка в мультике. Я говорил об этом, но она классно передает героев и в целом. Как назвать эту... Ну, нельзя назвать эту красоту шлюшностью, да? Вот как ты ее назовешь? Есть... Есть? Что? Нет, ну, ты понимаешь, есть такая прям вот бич красота. Вот как она, у нее есть какое-то название? Я не знаю, это вы, мужчины, даете всему название. Это у нас красота, это у нас шлюшья красота, это у нас, не знаю, красота домохозяйки. Это вы раздаете название, так что по неймингу не ко мне. Ну, здрасте, ты же мечтала вот эти вот паблики для взросленьких, когда там красота маминых рук, вот это все, они в картошке. Нет? Ну, так это... Где ты сидишь, Саша, в одноклассниках? Во-первых, я не сижу, мне скидывают, это разные вещи. Эти же самые руки. Так, а почему он ее заклеил? Ну, а раньше она ему нравилась, а теперь вот та девочка. Этому фотографу, видимо, он фотограф. Его раньше не было, вот новый персонаж. Очень грустно. Говорит, что одежду шьет сама, мол, ее свитер связан из кашемир от меха бабушкиной козочки в Альпы. Не верю, что акцент настоящий. Да, наверное, насмотрелась в фильмах со Шварценеггером. Обдала меня презрением, что я не читала Геттеври. О, у нее шарф Криффиндор, нет? Очень похож. Да. Полосатый. Прикольно. И она волшебница. Да. Ух, я бы ей скормила всю библиотеку без соли. А вчера Мартин не играл мне на банджо-серенады. Видите ли, пек пирожки для Сондры. Слыхал, Сондра будет на лыжных покатушках. Привет, детки. Детки? Это мы, что ли, детки? О, тишок, проблема. Детки, мы поедем на базу. Ты же не любишь лыжи. А выскочек я не люблю еще больше. Она его, у нее парня забирала. Она у всех парней забрала. Ух. А что она плохого сделала? Я за мной хочется ей... Да за что она плохого сделала? Она просто красивая. Она не виновата в том, что культура... Это в Бонде был такой тренд тик-ток. Ее преступление, ее красота. Но правда, она же не виновата, что культура ее в данном отрезке времени вот так оценивает. Она просто такой родилась. И немножечко соответствует, чтобы... Ладно, возможно, во мне говорит зависть, но я ненавижу такой... Таких вот это вот все. Шлюши красоту не любят, да? По-моему, мы делаем глупость. Может, будет прикольно? Вилл мне сказала, что она даже с санок падает. Седрик еще и успевает пятичасовую смену отработать. Мне кажется, по сравнению с Меридианом, он просто отдыхает, реально. Это чил, ему не нужно превращаться, ему не нужно бегать за Фобосом, смотреть, как он принимает ванну. Ну, типа, не нужно выполнять ничего. Ну, не знаю. Драться со стражниками, следить за всем и порядком. Он, знаете, короче, я опять же пролели в голове. Фобос — это султан Сулейман, а Седрик — это Ибрагим. И он, как хранитель покоя, он за все отвечает. Не знаю, он просто пока что, может быть, кайфует, а потом в конце месяца, когда ему сводку нужно делать, он будет... Дебец, кредит, а мне сводится. Но тут тоже проблемы, прикинь, он же все это дело держит. Да ладно, это же не настоящий магазин, к нему не придет налоговая. Да как не настоящий? Он их убьет. Это же Седрик, господи. Мне нравится его улыбка. Если в каждой руке по палке, как поправлять прическу? Вам не нравится лыжа? Точно. Заметь, он сегодня надел чуть посвободнее футболочку. Видимо, ему вообще нет уже никакого желания выпендриваться перед девочками. Такое все, можно дышать. Точно, точно. Поэтому вы едете с ней на лыжах. Точно. Из этого вышел бы хороший лук, но надевать такое на ноги и катиться по склону вулкана? Это называется развлекаться. Но не хидничай, Ирма, ведь в мире Калиба веселья нет. Очень дороже есть, мы веселимся. Диверсионные вылазки повстанцев в национальном клоунском прикиде. Мне нравится, как они друг друга подкалывают. Вулкан же проснется, да? Я не помню. Они просто три раза сказали, вулкан спящий, вулкан спит, он отдыхает. Тысячу лет он не просыпался. Да, кстати, я не просто заметила. И он такой? Нет, они, наверное, наверное, Седрик придет. И разбудит вулкан. Разбудит, вставай. Эй, Жан. Эй, Жан. Еще и французский. Ну, штукки, втигарсонов без боя не отдадим. У нее русский флаг. А, мне показалось. Французский. О, нет. Французский не такой, Саша. На бабу, где его? Я пишусь. Да ты и не знал. Очень легко спутать. Как еще он не спалился? Что он делает? А, он трубу хотел украсть. Кто-то из подписчиков писал, что он похож на русского из 90-х. Или армянина. Да, с ним есть что-то такое. Все продам. Все куплю. Ты что, похожа? Хоть раз в жизни видел армянина, кроме меня. Слушай, вот таких я видел армян очень много. Но они могли быть не армянами. Это ты не различаешь. Для тебя все, что... Реально, их прям много. Все, что не светло-русового цвета. Эй, брат, брат, давай, вот, брат, брат, брат. У тебя его торгуют. А, значит, это правда. Кого-то дурмалом. Нормально. Ладно. Магия. Магия слепоты. О, смотри, Седрик. Седрик прикольно. Он же мог тоже взять. Купить. Лыжи? Нет. Ну, добраться туда как-то можно ведь. Зачем, если ты огромный гигантский змей? Ну, наверное, потому что огромный гигантский змей. И тебя отовсюду видно. Так это горы, там никого нет. Огромный зеленый гигантский змей. Там только белки такие. Нихрена себе. О, коттедж. Я хочу тут типа такого тоже. В коттеджик какой-то зимний. Но я не люблю кататься на лыжах и всяких таких штук. Ты серьёзно не покататься? Да я не умею. Я не умею. Мне не хочется учиться. Вообще, всё, что связано с движением, я не умею. Движение вверх. Плавать. Ну, смотри, в этом году ты уже на коньках более уверенно держалась. Ты даже проехала. Я более уверенно держалась за бортик скорее. Привет, Мартин. А, привет. Ирма, предмет твоей страсти. Извини, я должен отнести какао с Андре. Пока не остыла. Ненавижу вот этих мейнстримных парней. В смысле мейнстримных парней? Ну, вот когда появляется какая-то девчонка, которая объективно самая красивая и такая вся из себя, и всё, и пацаны такие, все пацаны, как один, вот по этому мейнстриму идут такие, о, блин, я влюблён. Это же ужасно. Что? Угу. Не хватает. Ты один из них. В смысле? Ты чё? Я пикетчик, я против такой красоты. Да что ты, да? Я за уродство. Я считаю, что самое главное в человеке, это его несовершенство. Вот чем уродливее человек, тем он человек. Вот чем больше в нём говна, тем вот лучше. Блин, ты для себя это, правда, не расширянула. Типа, чем больше во мне говна, тем больше я человек. Ну, зато конфликта никакого нет. Я счастливо живу. Мэтт, вот не ожидала. Ты лыжник? Верно, ты спортсмен. Не хочешь скатиться за мной? Ой, со мной. С радостью? Правда? Только позже, я помогу Сондре с ботинками. Ты говнюк. Пришла, блин, Сондра. О, здесь ты есть, Мэттью. А кто подружка? Я Билл, Сондра. А, так она не русская. Ну, а сказали же, что по обмену приехала. Ой, а кого тогда забрали? Кого забрали? Ты слышишь, и в конце серии такой бедный. Да, вот там он вообще не прижился, его там наоборот гнобят. Там-то на английском точно не говорят. На уроках истории и физики. Я не есть помнить каждый всякий. Ты катать лыжи на кривеньких ножки? Ну, ты же, Сондра, клакаешь со своим кривеньким мумишком. Ох, мумишка. Кайф. Она смогла это понять? Во-первых, у нее не симпатичный акцент. Ну, во-первых, это дубляж. А во-вторых, ей заплатили полторы тысячи за серию. Что ты сказать? Ты потеряешь свои козьи штаны, пока меня догонишь. Тогда будем делать соревнования. Кто победит, сидеть с Мэттом обратно. Годится. Сидеть с Мэттом обратно? Мэтт, что, вещь? Что за объективизация? Он же обычный парень, у нее есть своя воль. Он, что значит, такое? Я, что, Мэтт, это кусок, что? Де-рева. Это личность. Ну, вы же так делаете. Почему девчонки не могут так делать? Мы так не делаем. Мы кто мы? Мужчины. Мужчины. Какие мужчины? Про каких мужчин ты говоришь? Среднестатистические. Ты, я среднестатистический мужчина, по-твоему? Вот прям среднестатистический мужчина. Ты, да. Ну, в смысле? Где? В каком месте? Да, ладно, во всех. Правда. Я теряюсь в толпе. Я был бы классным шпионом. Нет. Один кофе. Они должны быть, ну... Худыми, красивыми и с очень крутыми ништяками вроде как. Я хотела сказать ловкими. Ну, это входит в это, да. Ну, типа такие. Ну, как? Ну, может, я такой. Я в глубоком прикрытии. Я глубоко прикрылся. Очень смешно. Тебе не срыть, моя... Ой, здесь. И тебе не сорвать мои покровы. Хватит. Остановись. Я чуть не выдал себя. Чуть операцию не сорвал. Девочки. Обвинились! Никто там голома не заметил? Ой. Главное. Как-то разве что он есть. Дети, кататься только по северному склону. Не пытайтесь пройти трассу самоубийц. Вы прям так и назвали трассу самоубийц. Звучит как приглашение. Ну, да, да, да. Никогда. И не смотрите на этот трасс. Это как говорили же вам в детстве не смотреть на этот... Сварку? Да. Я всегда смотрела. Всегда я смотрела. Поэтому такая слепая. Ты мало того, что на эту сварку смотрела, ты ещё и ела её. Что? Как можно сварку есть? Не знаю. Но ты как-то зуб себе повредила. А что это такое? Ой. И давно ты так сидишь? Свинья. Свинья. Нам и так хорошо. Да ладно, что, у вас пятнышек не бывает, что ли? Да бывает просто. Они не выходят с ними на люди. Я у себя дома. Стой, стой, стой. Хайлин, Хайлин, нет. Ох, и нет. Ищусь от Хайлин. Ей всё ни почём. Парни, мнение чужое. Она же воздух. В перспективе инвалидности. Поэтому ей легче. Она от воздуха разгоняется. Так, кто у нас воздушный знак? Близнецы. Хайлин, близнецы. Так, получается, Ирма водный знак. Скорпион. Ну, если я... Скорпион водный знак? Да. Скорпион, рыба, ракет, водные знаки. У меня сегодня настроение спорить с тобой. И вообще всё. О, кайф. Как им классно живётся. Мне нужны твои шарф, шапка и свитер. А есть лишние перчатки? Но не всё так хорошо. Ты никогда не задумывалась, почему они в таких замечательных, шикарных, красивых, освещенных, тышемебельных домах сидят одетые в три свитера и у камина? Там холодно. Там холодно внутри. Собачий холод внутри, ты понимаешь? Ну, в свитере сидеть зимой дома, it's ok. It's ok? It's ok, да. It's ok. Закрой своё лицо. Нам ни к чему паника. Назови. Надо какао. Надо какао. Бабуль? А что ты тут делаешь? Упросил меня подвезти в мальчишество. Говорили, не веселимся? Вы не видели меня на лыжах? Лыжи? Скорее доски из палубы Титаника. Они хорошо послужили мне в Китае. Судя по виду, они послужили ещё Чингисхану. Я захватила и вторую пару лыж. Пожалуй, тоже за мной кость. Охренеть. Просто он появился у дома. Огромный змей стоит у дома такой. Просто, понимаешь, это настолько тупо. Это реально большая дыра, потому что от змеи остаётся огромная галия в снегу. Там куча снега. Ну, никто не заметит. Ну, это может быть машина какая-то от колеса одного. Ну, блин. Вряд ли им придёт в голову, что это огромный змей. Да, действительно. Его же никогда больше мы не встречали. Нет. Ну что, змеи они никогда не видели? Они же с ними дыраются. Ну, они такие же большие. А, чародейки, я думала, люди, люди. Я думала, обычные human beings. Ну, ладно. Я не могу понять, почему он... Ну, то есть в магазине он ходит в человеческой форме, потому что до него дошло. Тут холодно, снег, надо одеться. Он всё-таки не любит. А так в змеином он такой... Так, змеи же, вот он-то и делал, что они хладнокровные. Им, наоборот, надо одеваться. Ты никогда не видела, как змеи одевают домашних? Специальные вот такие костюмы. Нет. Нет? Реально? Давай. Ну, типа собачек же одевают, и у них жопка торчит. Вообще, я так боюсь змеи, ну, а люди их всё дома держат. Ну, да. Я понимаю, что... Ты никогда не видела, что ли? Там у них специально такие комбинезончики длинные, как у собачек такие они ходят. Да, я, наверное... Ну, я представляю. И берут, засовывают, застёгивают у них вот тут вот хвостик, и тут вот для головы, и они вот так вот на тебя шланг ползают. Я только что это придумал. Ты серьёзно? Да блин, как ты бесишь! Мне кажется, такое есть, я большим уверена. Рехнулась? Гоняться с Сондрой? Она из Швейцарии. Там все с пелёнок на лыжах. Сама сказала, лыжница ты ещё та. Да. Но я отпадная стражница. А победительница сядет в автобус с Мэттом. Но сила нам всем дана, чтобы бороться со злом, а не с глупыми девчонками. Ой, какая разница! В смысле? Так зло... Блин, это понятие зла, да. Не, я считаю, что силу можно и в своих целях использовать. Нет, всё правильно. Просто критерии зла недоопределены были с самого начала. Что является злом в этом сериале? Ну, понятное дело, что она фобос, да? Но ведь его проявления могут быть и в шлюшей красоте. Красота, зло! Говорили некоторые взрослые, пострадавшие от оной. Красоты люди. Нет? 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 Она само зло. Ну вот, да. Порядок. Теперь я готов развлечься. Да, лыжи Чингисхана. Да, думала развалиться раньше. Друг, лыжи для лохов. Попробуй это. Это скользилка. Не знал, что тут в ходу скользилки? Ха-ха. Ведь у него на медиане это скользилки, и он с детства на них скользил. Это как есть же в разных районах России, по-разному называют разные предметы. Я вот, допустим, с детства знал. Вот как называется вешалка, ты знал? Вешалка? Нет. Как? Допустим, в Белгородской области это тремпель. Тремпель? Да, тремпель. А как ты называешь, когда вот картошку вот так варят, толчатый варят, как она называется? Шкурка. Нет, картошку варят, и то... Ну, её зовут шкурка. Пюре? Да. Даже не толчонка? Нет, шкурка. Шкурка? Да. Ты выдумываешь. Да. Ну, конечно, толчонка, а как она ещё по-другому называется? Пюре! 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 Тут толчонка. Ну, это пюре. Как скользилка, они же скользят. Гениально. А что, у вас толчонкой не называли там, да? У вас пюре. У нас в Варлении звали пюре. Пюре! Вот так у вас называли. Пюре! Подожди, подожди, а как вы называете штуку, которую обувь надевают? Ложечка. Рожок. Что? Рожок. А почему рожок? Я не знаю. Почему не твой рожок? Ну, ложечка ещё как бы понятна, потому что она, ну, чем-то ложку напоминает. Ну, да, да, я понимаю. Тут-то как рог-то. Я не знаю, рожок и всё. Бараньими рогами пытались, наверное. Нет, это не на армянском, это на русском. Ну, мне нужно понимать, что я росла в русскоговорящей семье, поэтому мы называли это рожок. Типа, как это назовём? Рожок. Это будет рожок. Вы слишком далеко были от русских, мы русские знали. Какой он крутой! Скользилки. Привет, какая встреча! Иди! Говори, где рыжая девчонка? Седрику нужна отель. Извини, она в Дании. Далеко. Раз ты управляешь воздухом, лети надо мной и не дай мне упасть. Ты думаешь, это честно? Надеюсь, нет. Но по-честному мне её не победить. Лети надо мной? Во время соревнования? Ну, никто же на небо смотреть не будет. Зачем? Кому это надо? Благородно. Но ты не знаешь её. Кажется, я обойдусь и без тебя. Я боюсь, я боюсь. Ты где твой глупенький подружка? Телом научился. Катался на глинистых обрывах. Сандель, он прикольный чувак. Калеб? Да, да. Он правда, понимаешь, его интерес это кайфовать. Вот сейчас у него какая-то новая область жизни раскрылась. Просто он жил в других условиях, где нужно было, блин, воевать против власти. Да, а тут он хотя бы может подростком побыть. Я даже не знаю, я ему верю. Ему правда всё по кайфу. Думаю, он прям, это круто, прям круто вливается. Вилл еле стоит и думает победить, а где Хайлин? Вилл, это ты? Я готова. Какой порядок? Ты первый, я второй. К финишу поменяемся. Очень-очень самонадеянно. Слушайте, зачем эти глупости? Сядем в автобусе все вместе. Скажи вперёд. Вперёд. Жди я в автобусе, Мэтт. Без палок. Да как? Ну она же видна, ну она же видна. Вот она, ее же оппонентка, едет сзади, ее же видно. Она не на пятикилометровой высоте. Она прям, ну сколько? Ну подумала, это птичка какая-то. Дуреть, птичка размером с человека. Ну она же, она из другой страны, блин, а не из другой. Ну горные птицы, они большие. Орлы. Могут утащить целую овцу. Да. У тебя вытаскивали овец из дома? Слушай, были вот эти вот? Большой молодой орёл. Всяко-всяко в горах. Утащил у меня, сука. Да ты достал. Не было у меня овец. Шихарил утащил. Что она делает? Это нормально, что она от земли отрывается? Как? Я просто не понимаю этого. Нет, ну нам реально на полном... До этого сериал действительно... Ладно, были какие-то прикольные моментики, которые просто... Ну нельзя их... Ну это откровенная. Ну это откровенный факап. Вы не могли ничего лучше придумать? То есть вы реально там 20 метров. То есть ты в отстающих. Ты же видишь это. Ты видишь. Она не высоко. Она вот по перспективе, она буквально 20-30 метров. Тебе видать. Ты не скрываешься за горизонтом. Я не понимаю. То есть как это можно? Ну серьезно? На полном серьезе нам сейчас это показывать? Типа ее не видно? Угу. О, братец кролик. Сегодня заячий рогой занимается. Она забила нам... Она на вилл забила? Совсем что ли? Только не это! И вот еще момент. Когда ты в теле стражницы, тебе что, на климатические условия вокруг плевать? Ну наверное да, да. Тебе тоже холодно. Мне даже плевать. Слушай, это очень удобно. Ты можешь за свет, газ не платить. Превратиться в стражницу. И так всю зиму сидеть. Да. Ты знаешь, сколько ты сэкономишь как стражница? Очень удобно. Ну она бы уже давно упала. Сондра, не вздумай! А они тоже все это видят? Ну да. Да как? Что за... Да все, все. Отпусти эту ситуацию. Не могу уж. Отпусти это. Что происходит? Отпусти. Дело плохо. То есть они на склоне видят, что они едут, но не видят Хайлин. Да ну хватит. Ладно, все, я заткнулся. Простите, все, я заткнулся. И вы не видите огромную зеленую монструозную змеюку, которая ползает здесь полнедели. Все забываю спросить, что такое монструозная? Монстр? А-а-а. Большое монструозное. Я вас поняла. Все в лавину так. Билл, извини, не ушиблась. Там был зайкой и большой злобный. А? Но не такой злобный. Ни хрена себе. То есть получается инкогнито Уилл сейчас раскрыт? Почему? Потому что Хайлин себе раскрыла и Уилл себе получается тоже раскрыл. Так он знал их в лицо уже давно. Так а что тогда, если он их в лицо знал, он их принимал в своем магазинчике сладком? Ну, специально. Я не знаю. То есть он на полном серьезе понимал, что это девочки, да? Заходите. Да, да, он специально их... То есть он делит свою работу, продавать книги, и злодейские свои амбиции. Нет, ну типа он подбирается к ним поближе. Я так понимаю. Чтобы что, подружиться? Я не знаю. Тоже кататься с ними по склону? Напишите нам в комментариях, зачем он так делает. Немного снега я растоплю. Но без вилл и трансформации нам отсюда не выбраться. Они под лавиной? Расширишь грот? Никак. Не получается. Без трансформации моя власть над водой не сильна. Правда, это так тупо. Из-за одной девчонки. Вот вас вот просто реально... Вот вас реально... Убить хедлайнера, и все. И все посыпется. Ну, кому по-другому. Это все из-за камня. Нет, в смысле из-за камня. Ну, из-за камня и хранительницы камня, так сказать. Ну, не может же быть любая избранная там среди... Ну, представь, что вилл погибает, допустим, Седрик ее убивает. Додумался такой. А, не надо драться со всеми. Давайте мы убьем одну вилл, и, собственно говоря, все. Это победа. Он заменит. Каким образом это происходит? Ну, бабка что-нибудь придумает. Ну, бабка еще там жидко. Первая партия, что ли? Все, как сказал Фобос, порознь, вы беспомощны. Здесь, Бланк, есть еда. Ты откуда? Злой змей хватать, Бланк. 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 Галина Бланка. Все, Галина Бланк. Где девчонки? И скажу, замру я Бланка. Рыть, рыть, рыть. Но тут скала, горы. Рыть, рыть, отдых. Рыть, рыть. Да, вулкан, точно. Полно трещин и всяких туннелей. Ищи Ирму и других. У тебя нет заклинаний, чтобы растопить лед и снег? Мы не ведьмы. Это первые буквы наших имен. Рыть, 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 рыть. Привет, вы все целы? Вот, вот. Уй. Он чуть не порол ей ноги. Это было страшно. У-у-у. Встань мне на лыжи и приседай на поворотах. Не смогу, я свалюсь. Валишься, ползи в сторону Билл. Ну, у нее килограмм тридцать пять. Ее огромная дура такая. Так, к чему? Ну, типа, вот так будет. А-а-а, ну да-да. Не бей меня, стражница. Не бей меня, пожалуйста. Так, готовься. Сейчас тряхнем. У них тоже исчезает одежда. Она с них не спадает, она исчезает. Как с русалочками, да? Да, опять же, это гениальная моя идея, с которой банды меня никогда не отпускают. Да, да, что это два разных тела. Да, и ты можешь, по сути, перевозить грузы, пока летишь. Да ладно, можно не экономить, получается, уже на обогреве здания. Можно просто вот так грузы перевозить. Стражница не тем злом занимается. Вот айфоны скоро придется сюда вот из-за бугра завозить. Но я стражница бутербродов, поэтому это уже не по моей части. Вода! Водух! Земля! никто не видит все под лавинами или покрытие ведь просто вы я не смотрю не смотрю ой сюжет дай посмотреть нет и даже смотреть ладно сюжет хорошо я посижу там и . а гамак можешь и что мы с ним сделаем предлагаю подкинуть сумку сандре смешно похож на китайского дракона он не напоминает этим красным хвостом кстати я что-то не понял оказывается растяжение связок от акцента избавляет только сухая чистка говоришь ручная работа тебе похоже надо в кранкенхаус больница не знаешь немецкий и имей ввиду кашмирских коз швейцарии нет или ты с гималаев спустилась вы разоблачили ее за все обманула заскалили мамонта а чё она кто она тогда ну выскочка какая-то и она оказывается и совсем некрасивая она просто накрасилась она 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 не от природы красивая она просто она всех обманула какая разница как только дозвонюсь предкам сменю школу подумаешь сядем впереди или сзади ну и что что у меня нет глупого иностранного акцента ну и лоходром тут был это горная лохудра не таких обламывали какой-то буллинг просто она первая виновата в чём в том что ей все обманула всех и что из-за этого ну все ее пошли лохушка пошла пошла и сейчас ирма последних кусок говна я бы на месте ул не пошла бы сидеть с этим в автобусе вместе потому что он фу не слышали она гонит но лучистые глаза и шелк волос настоящие вот небольшая рациональная часть коллектива все-таки сохранила частички первоначальной вот этой чистой любви и вовлеченности идиоты тут нет порталов значит он не вернулся на меридиан выходит змей где-то рядом нам показали наверху у камина это был тяжелый день а что если сэдрик ну распробует эту жизнь да и не захочет обратно на меридиан у меня есть магазин доход книги некоторые даже интересно пошла не орет не слышно сканализации а закрыть за собой чтоб туда упали девочки стражницы чтоб туда упали все вся серия сегодняшняя серия что за бред это филлер какой-то вообще ничего нет ну кроме того что сэдрика опять попытался их уничтожить сэдрика ничего не вышло как обычно блин везде филлер да ну вообще ну в любом случае филлеры будут но окей я мне обещали что их не будет а тут не ну почему сюжет все равно как за счет я думаю я правда думаю не надо ругать сам сериал я думаю ну типа как как произведение потому что они такие о у нас сюжета всего лишь я не знаю на серии 18 понятно нас растянуть и он мне кажется это просто не сами авторы делали эти серии филлерные такие надо еще откуда-то высосать из пальца 7 серий и они сидят такие а давайте к нам приедет и мы вот так хайлин будет летать на 10 метров они будут подкидывать сэдрика ну классно же и допустим автор этого всего такой ладно как я могу с вами спорить ведь я же продала права на экранизацию значит вы можете делать все что угодно кстати как бесятся допустим авторы этого этого шоу когда вот такое творится и они не могут на это никак повлиять потому что уже все уже вход допустим пустили за деньги заплатили и она сама сидит записать же минут или он а кто это я не знаю кто автор который делал комиксы эти писал только смотрят почему так говорят что комиксы вообще комиксы и мультик это отдельные два произведения не очень отличаются по сюжету бланка вообще в комиксах не было бланк понятно почему он появился это не разгрузочный персонаж он везде они всегда должны быть ладно мы посмотрели этот филлер было весело